Я все-таки думаю, ну неужели Маяковский ничего не напишет в поэзии? Ну это такой человек, и выяснилось, что у него все-таки есть одно произведение о Баку, но вот это одно произведение может перевесить все персидские мотивы Есени. Мне иногда кажется, вот собери на одну чашу и все, все персидские мотивы, это будет много, это будет здорово, а на другое так, небрежно, Баку Маяковского, Маяковский перевесит. Оно, знаете, одно стихотворение, оно очень маяковское, оно такое, знаете, не в бровь, а в глаз такое черно-белое. Баку, город ветер, песок плюет в глаза. Баку, город пожаров, полыхание балахан. Баку, листья копоть, ветки провода. Баку, ручьи чернила нефти. Баку, плосковерхие дома, горбоносые люди. Баку, никто не селится ради веселья. Баку, ширное пятно в пиджаке мира. Баку, резервуар грязи, но к тебе тянувся любовью. Больше, чем притягивает дервиша Тибет, мекко правоверным. Иерусалим православным на богомоле и по тебе машинами вздыхают. Миллиарды поршней и колес поцелуют и опять целуют, не стихая маслом, жирно, нефтью и в засос. Воли города противостоять не смея, цепью сцепеневших тел льнут к боку покорно даже змеи, извивающихся цистерн. Если будущее крепко верится, это от того, что до краев изливается столица сердца, черная, бакинская, густая кровь. Резвен Курсов. Здесь никто не селится ради веселья, это вообще... Да, никто не селится ради веселья. Жирное пятно в пиджаке мира, резервуар грязи, но к тебе тянусь любовью больше, чем притягиваю и беру еще тебе. Потрясающе. Такой мейкл. Но это было тогда. А вы спросите, а что сейчас? Ну, помимо там, какие-то, наверное, границы. А сейчас о Баку пишет Городницкий. Александр Моисеевич Городницкий. Каждый год приезжает в Баку, у него здесь конкурс авторской песни. И у него так из года в год накапливали стихотворения, посвящения, да, одно за другим. Вот эта вот масса потом вылилась в бакинскую тетрадь. И Городницкий уже не какие-то там аморфные и абстрактные персидские мотивы создаёт, а у него это такая реальная его бакинская тетрадь, которая начинается с песни о Баку Александра Моисеевича Городницкого. Этот город картинкой, сказки. Ну, а вы знаете, в Баку писали все персидские мотивы Есенина. Есенин всё попался в Персию, а в Персию его не пускали, потому что он, так сказать, попивал, буянил и так далее. И когда он всем основательно надоел с Персией, то везите меня в Персию и всё, вот так. Его в Монголе. Да. Первый секретарь ЦК, компартия Азербайджана, Петр Иван Чагин, даёт распоряжение посадить поэта на корабль и отвезти в Персию. Всегда сажают на корабль, но везут не в Персию. Помните, как Высоцкий говорит этому самому Понкину, проводите товарища Ручникова до машины. Вот то же самое, его сажают на судно. Вместо того, чтобы везти строго на юг в Иран, его несколько часов возят, вот так вот огибают этот орлиный клюв Абширонского полуострова. Помните, Азербайджан на карте имеет форму такого летящего орла и боку этот вот клюв Абширонского полуострова. Бухта здесь, основная часть города, а здесь были дачные посёлки. Его привозят на дачу к одному из местных миллионеров, Муртузе Мухтарову, который создал потрясающий оазис. Он был буровик до мозга костей и пробил в скальной породе 27-метровый глубинный колодец, дошёл до источника пресной воды и разбил такой оазис. На его даче Вавилов в 1926 году создал опытную базу Ботанического сада союзного значения. А после того, как Мухтаров застрелился с приходом Красной Армии, дача перешла в распоряжение Чайгину. И Чайгин отвозит Есенина на Мухтаровскую дачу. Привозят его туда. Он не присутствовал, его привозят туда. И, знаете, вот так вот нагло, в лоб, без зазрения совести, говорят, «Персия! Персия!» Уже не врали, потому что там, где не было нефти, там была Чайгина. Там не было влияния извнея. И вот Есенина устраивает иллюзию Персии на Мухтаровской даче, а каждое утро девушка из соседнего селения Шаган приносила ему к рынку молока. Однажды она блеснула парой из сине-черных глаз из-под чадры, и этого было достаточно. И рождается образ Шаганет и моя Шаганет. И на даче у Мухтарова пишутся все персидские мотивы Есенина. Хотя в Персии он не был. И впоследствии он, конечно, понял, что с Персией его обманули. И он даже жаловался брату Чайгина, что не везут меня в Персию, Вася. А у Чайгина брат был дипкурьер. И Есенин с ним очень подружился. И вот когда он уезжал из Баку уже окончательно, он понимал, что он уезжает не из Персии, он уезжает из Баку. И он написал потрясающие прощальные строки. «Прощай, Баку, тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг, и сердце под рукой, теперь больнее и ближе, и чувствуя сильнее простое слово «друг». «Прощай, Баку, синтюркская, прощай, кладеет кровь, ослабевают жилы, но пронесу, как счастье до могилы, и волны Каспия, и балаханские маи». В принципе, предспертные строки. 24-е годы. Фотографии домов и владельцев, в которых чувствуется вот это вот сходство между домов и владельцами, они Городницкого навели на очень интересную идею такого экспромтного просвещения города. Он пишет. «Стою, куда не знаю деться, в Баку на утреннем ветру, дома похожи на владельцев по облику и понутру, кичась была и своя осанка, я не плыву через века». Вот этот дом, Кадоро Венец, венецианский, приплыл сюда издалека, а этот голову на бычев надежно в землю эту врос, как новоришь нефтедобытчик, краеугольный, как утес, дома красуются в тумане, прохожим молча говоря, то о коварном шоумене, то о двадцатом январе, провестники былых событий не рассказывают об ином, пока очевидным указан, не обрекут их все на слом, когда история ветшает, чиновная борзеет рать, их потому уничтожают, чтобы свидетелей убрать на грани вечного безмолвия, предвели вечные синевы, дома, как люди, гинут, стоят, надисклоняют головы. Там, в Минсейне, Городинске. Шикарно, шикарно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова